Девушки отдыхают Надо понять, чего он хочет и куда он ее везет Это было мое первое интервью Я страшно волновалась И тогда я начала считать Раз, два, три, четыре Что, прям слух? Ну, конечно, про себя Раз, два, три Скажи мне, тебе правда это помогает? Ну, иногда А иногда помогает бокал красного сука Ой Ну, не знаю По мне, к Луне простой мужик Простой? Это ты маме моей скажи Она когда узнала, что я брала у него интервью И не сделала селфи Это было что-то По-моему, счастлива нюня Побежали, побежали Скорее-скорее Скорее-скорее Ай 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 Да Надолго зарядила А ты византа Да Пошли Заходи Не разувайся, пожалуйста Это мои детские рисунки. Я хотела выбросить, мама просто горой стала. Не дала. Красиво. Спасибо. Проходи, проходи. Какая квартира у вас большая. Да. У тебя папа много путешествует, да? Да. Он журналист-международник. Владимир Постников. Может, слышал? Подожди, это тот сам Постников? Ну да. Ну, конечно, слышал. А, смотри. Вот это я в Тоскане. Мне там, наверное, лет пять. Вот тут. А это родители в Гаване. Папа во Флоренции, Бенеции. Вот. А вот это дедушка. Он работал в Правде. Очень солидно по тем временам. Он получил эту квартиру. Все. Это дедушка с бабушкой. Красивый. Да. Они всю жизнь прожили вместе, прошли войну. И все равно всегда смеялись. А еще они очень доверяли друг другу. Ну, если люди любят друг друга, по-моему, это само собой разумеется. Ой, у меня есть кофе. Или, если хочешь, можем выпить вина. Саша. Саша. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С днём рождения, София! С днём рождения тебя! Закадывай, закадывай! Ура! Я должна запечатлеть этот исторический момент! Так, сейчас кричу! Свет! Каждый день моей внучке три года исполняется! Улыбочку! Оп! Дима, это невероятно вкусно! Тебе надо открыть свою пекарню! Мамочка, вот это мысль! Звучит, конечно, заманчиво, но несбыточно! В центре аренда таких денег стоит! Почему несбыточно? Можно не в центре, можно где-то на окраинах! Там и спрос есть, и аренда не такая дорогая! Я знаю, я недавно репортаж об этом делала! Нет, Саш, ну всё равно это аренда, это оборудование, это зарплата персонала! Нет, дорого! Димка, ну у нас же есть сбережения! Вот это на ремонт! Ремонт подождёт! Квартира никуда не убежит! Своё дело важнее! И вообще, я решила переоформить квартиру на Сашу! Так что ты, дочка, теперь полноценная хозяйка! Мам, ну ты чего? И ещё! Мы с Володей копили деньги на домик у моря! Мне теперь одной незачем! Короче, вкладываюсь в вашу пекарню! Маргарита Александровна, ну если так, то... Всё, решено! У нас семейный бизнес! Я думаю, Володя бы одобрил! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда! Спасибо! И два горячей! Здрасте! Ага! Спасибо! Спасибо! Так... Спасибо! 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 Ой, не пожелайте! Спасибо! Благодарю! Хорошо! Спасибо! Приятного аппетита! Я ее специально для вас, Наташенька. Практически без сахара. Спасибо. Что грустно такое? Ради, Проверьевич. Да у нас проблема. Корякин? Да. Похоже, он вообще не собирается нам платить. Говорить нечем. Что значит нечем? Моему детский праздник на 50 человек накрыли. Чем мне по кредиту платить? Ты до сих пор не заплатил? Ну я перекрылся там по майским поставкам. Там конкретно подгорало. Ну ты же помнишь договор? Там очень жесткие санкции по просрочкам. У тебя уже сколько? Две недели? Может прорвемся? Может они там и за пару дней не будут воду мутить. Я знаю их менеджера. Она, тетка, нормальная. Доброе утро, семейство. Доброе. Доброе, добрая, папочка. Так, что тут у нас? Сырники. Ну-ка. Сахарку побольше, а не муки-муки. Все по рецепту. Угу. Так. А мы сейчас делаем вот так. И вот так. Пойду открою. Сластена, я все вижу. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Виктория Калинина. Я представитель компании «Северная финансовая группа». Дима, кто там? Нам нужна Александра Постникова. Здравствуйте, Александра Постникова. Это я. Подождите, а что вам нужно-то? Согласно договору с «Северной финансовой группой» от 13 января прошлого года, квартира номер 13 по Чистопрудному бульвару, дом 17, подлежит взысканию в счет оплаты задолженности Горелого Дмитрия Олеговича перед нашей организацией. Подождите. Какая организация? Какое взыскание? Дим, что происходит, а? Сейчас. Сейчас я позвоню Ире Маленковой. Она там работает. Сейчас она во всем разберется. Сейчас. Сейчас мы все решим. Какая еще Ира Маленкова? Ты что, их знаешь? Сейчас. Сейчас, Саша. Мам, а ты к нам пришли? Малыш, иди доедай. Я сейчас приду. Сейчас нам необходимо сделать несколько фотографий. Позволите мне? Нет, я не позволю. Это какой-то бред. Вы, наверное, нас с кем-то перепутали. Не отвечай. Так, пожалуйста, покиньте нашу квартиру. Это уже не ваша квартира. Это бахил есть? Теперь забыла. Так пойдем. Ты тогда в гостиную, а я... Дима, что происходит? Саша, я сейчас тебе все объясню. Хорошо, ты только не волнуйся. Договорились? Привет. Привет. Прости, я ничего не приготовила. Да, я уже понял. Закажем ужин в музе, хорошо? Там вкусно, ты любишь. Хорошо, давай закажем в музе. Что там у тебя? Любовница? Да. Паш. Шонка. Похоже, моя для тебя хорошая новость. Ты не представляешь, я весь день ждала хороших новостей. Эта эвакуация машины меня уже просто доконала. Да, пятая за эту неделю. Угу. Угу. У нас расставится с квартирой. Подожди, той на Чистопрудном бульваре? Да. Паша. Там же такой классный дом. Сталинка, да? Да, Сталинка. Ну, тогда точно сейчас звоним в музе, и мы заказываем ужин с шампанским. Ну, 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 хорошо, давай. Так, как тебе это удалось? Я всю жизнь мечтала переехать в центр. Алло, девушка? Да. Мы хотим сделать заказ. Два года назад у нас начались проблемы. Когда ты говоришь у нас, ты кого имеешь в виду? Себя и Радика? Нет, только себя. У меня образовались большие долги, было открыто несколько исполнительных производств. Пекарню могли закрыть. Дима, почему я об этом ничего не знаю? Саша, ну я не хотел тебя волновать. Не хотел волновать. Ну, правда, я думал, что все образуется. Дима, мы договаривались друг другу доверять. Ты мог хотя бы посоветоваться со мной. А ты много понимаешь в скандинерском деле. Я же не лезу к тебе, когда ты берешь там эти свои интервью. А зря. Я, между прочим, спрашивала у тебя несколько раз советы, когда брала интервью у бизнесменов. А ты что? Ты только отмахивался от меня. Тебе вообще до меня нет никакого дела. Саша, ну что ты говоришь такое? Подождите, Ремяшка, подождите. Стойте. Дима, допустим, допустим, у тебя долги, ну, я не знаю, там, проблемы. Это очень плохо. Но, при чем здесь наша квартира? Почему эти люди пришли к нам? Я хотел перекрыться, Маргарита Александровна, закрыть долг. И тогда мне предложили кредит. Под квартиру? Ну, Дима, ты извини, но квартира-то не твоя. Как, как, как ты мог ее заложить? Мама, я поняла. Он нас просто обманул. Год назад он попросил меня оформить гендоверенность на него. Нет, ну, так не бывает. Есть суды. Просто так квартиру никто не забирает. Это не совсем банк, Маргарита Александровна. Это частная финансовая организация. Ну и что? Мне нужны были деньги большие и быстро. Тогда я решил предать нас. Саша, ну, Саша, ты знал, что ни я, ни мама не дадим согласия на это. Ты нас просто, ты нас обворовал. Это я вор? Нет. Ты хуже. Знаешь ты кто? Ты просто предатель. Саша. Саша! Дима! Маргарита Александровна, подождите, пожалуйста. Я прошу вас, вы как-то должны повлиять на Сашу. Я не предатель, честное слово. Ну, так, так получилось. Просто это бизнес, Маргарита Александровна. А в бизнесе бывают ситуации, когда приходится рисковать. И ты вот этим? Решил рискнуть? Маргарита Александровна. Дима! Ты не понимаешь, что ты тут творил? Нет? В этой квартире жило три поколения Постниковых. Это память о Володе, о его семье. Ты правда этого не понимаешь? Понимаю. Ты помнишь, что, Соня, на следующий год идти в школу? Если мы потеряем эту квартиру, куда она пойдет? Эта квартира... Все, что у меня осталось от мужа. Это все, что у нас с Сашей было. И ты вот этим всем решил рискнуть? Маргарита Александровна, я тебя приняла, как родного сына. А ты, Дима, что ты натворил? Что ты натворил, Дима? Здорово. Привет. Вы идите что-нибудь? Нет, спасибо. Я... Да-да-да, знаю. Ты предупреждал, не напоминай. Не собирался. Как они отреагировали? Хуже, чем я ожидал. И что ты теперь будешь делать? Что ты делал? Спасать квартиру. Если есть человек, который сможет это сделать, то это только Саша. Но это будет непросто, с учетом того, что он сама подписал доверенность на тебя. Слушай, Дим, поверь мне как другу, я бы на твоем месте вернулся к предложению Маслова о покупке пекарни. Пока она еще хоть чего-то стоит. Да не могу я, Радик. Он уничтожит ее, понимаешь? Он превратит в одну из своих забегалок. Ну, это единственный шанс остаться на плаву. Прошу тебя, подумай еще раз. Я понимаю, проблема с квартирой это не решит. Но у тебя хоть деньги появятся. Саша, Сашенька. Я не хочу, чтобы ты здесь спал. Сашенька, давай поговорим. Саша. Я хочу, чтобы завтра ты уехал из дома. Ну, куда я поеду? Это и мой дом тоже. Со своим домом так не поступают. Сашка, пожалуйста, прости меня, Саша. Пожалуйста, уйди. Спокойной ночи. Продолжение следует... Спокойной ночи. Расчет всем пришел? Да, спасибо. Хорошо, я рад. Что дальше? Да пока не знаю. Если все пойдет по плану, и у меня будет финансирование, то, может быть, в следующем месяце откроемся. Я надеюсь. Все будет хорошо, Дима. Мы с ребятами всегда тебя поддержим. Спасибо, Лика. Можешь тебя подвезти? Да нет, спасибо. Пока. Пока. А знаешь, как можно сделать вот здесь? Вот так. Так. Сейчас. Дорисуйся, сейчас я приду. Александра Владимировна? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Семен. Вы позволите? А мы разве знакомы? Я советник владельца компании «Время воды». Ну, войдите. Так, подождите. Вы куда? Что вам нужно? Я прошу прощения за беспокойство. Дело в том, что мой шеф покупает эту квартиру. Так, все. Убирайтесь. Александр, позвольте мне закончить? Что вам нужно? Покупатель хочет, чтобы вы освободили квартиру через месяц. Так. В чем дело? Здравствуйте. Я не собираюсь никакую квартиру освобождать. Это единственное жилье. У меня есть ребенок. Мой муж незаконно подписал все эти документы. Поэтому я буду подавать в суд. Мы прекрасно понимаем, что вы пойдете в суд. Мам, я дорисовала. Очень красиво. Здрасте. Привет. Малыш, иди еще порисуй, хорошо? Мы прекрасно понимаем, что вы собираетесь в суд. Так же, как и то, что вы проиграете, в конце концов. Это еще почему? Ну, дело в том, что квартира уже выставлена на продажу. Ее скоро купят. И нет ни единой причины, чтобы оспорить эту сделку. Ваш муж сам все подписал. Учитывая то, что долг меньше стоимости квартиры, вам положена компенсация. Ой, все. Уходите как можно быстрее. Вы поймите, мы не хотим причинить вам какие-либо неудобства. Так же мы не хотим, чтобы вы причинили неудобства сами вашей семье. Так, а вот это я не поняла. Это вы сейчас к чему мне говорите? Дело в том, что если вы обратитесь в суд, вам придется доказывать, что ваш муж заложил квартиру без вашего ведома так, что будет сложно, учитывая то, что есть доверенность с вашей подписью. Но даже если это произойдет, то у суда возникнут серьезные вопросы к вашему мужу. А это попахивает уголовным делом. Мошенничество в особо крупном размере. Так, знаете что? Выход там же, где и вход. Вот. Александр, если вы все-таки передумаете, вот вам моя визитка. Здесь все телефоны и мои Павла Александровича. Вот я ее вот сюда вам положу. Ну что, решил? Думаю. Да чего думать-то? Кто тебе еще сдаст за такие копейки? Ну да, да. Да если бы не ремонт, я вообще бы не сдавала. Деньги нужны. Ладно. Беру. Ну вот хорошо. Оплата вперед. Договорились. Мам, а я совсем переезжаю к бабушке Рите? Ну что ты, малыш? Всего на пару недель. А почему я к ним переезжаю? Сонь, пойдем скорее. Бабушка нас дождалась уже. А вы с тобой тоже сюда перелетесь? Соня, папа какое-то время поживет отдельно. Почему? Доченька, так надо. Не скучаю по папе. Я знаю. Пойдем. Как там наша бабуля? Давай ручку. Ну что? Ну? Давай по факту. По кузову у тебя царапины. Здесь, здесь. Видишь? Даже здесь. Все, отполировать можно. Ну это понятно. Но все равно неприятно. Поехали дальше. Двигатель работает неровно. Надо смотреть. По салону я вообще молчу. Дети ездили. Ну понятно. В общем, в тачку еще где-то полсотни ввалить надо будет. И? Ну не стоит она 350, братишка. Сколько стоит? 280, потолок. Не, не пойдет. Ладно, подожди. Давай так. 300, но это моя последняя цена. Если не устраивает, я поехал. Ладно, договорились. Привет. 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 Ты что-нибудь будешь? Нет, спасибо. Так. Давай сразу опустим то, что ты все знал и ничего не сказал. Саша, я говорил Диме, что не стоило брать тот кредит. Это все неважно. Я хочу понять, что нужно сделать прямо сейчас. А что ты имеешь в виду? Ко мне приходил представитель покупателя. Покупатель? Да. Ну кто-то уже заинтересовался моей квартирой, какой-то бизнесмен. Он говорит, что я все равно не смогу спасти квартиру, но могу получить какую-то увеличенную компенсацию, если я съеду оттуда через месяц. А еще он сказал, что если я буду судиться, то это может как-то повредить Диме. Его обвинят в мошенничестве и это правда? Ну, с учетом того, что он распорядился квартирой без твоего ведома, это правда. Но я предполагаю, Дима должен будет сам это признать в суде. И что ему тогда будет? Смотри, квартира формально уже принадлежит банку. И если банк ее выставляет на торги, то вернуть ее будет крайне сложно. Особенно, если к этому времени ее продадут. Ну, это практически нереально. Нет, подожди, если Дима все-таки все признает. Саша, ты ведь знаешь, в какой он ситуации, ты знаешь о его долгах. Его признание не спасет квартиру, а сделает только хуже. И ему в первую очередь. Против него начнут дела? Ну, это будет зависеть от тебя. Если ты будешь готова признать себя потерпевшей, могут его сбудить. Угу. И чем это ему грозит? Ну, минимум штраф. Максимум до шести лет. Саша, послушай, он поступил ужасно. С тобой, с Маргаритой Александровной, с Соней. Поверь, он не хотел этого? Не хотел. А что нам делать? Куда нам ехать? Где нам жить? Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Я понимаю. Ты ничего не понимаешь. Это вообще ничего не понимаешь. Никак. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да. Мама! Мама! Сонечка! Сонечка, что с тобой, родная? Соня! Сонечка, проснись, пожалуйста. Соня! Ну, что такое? Все хорошо. Это просто плохой сон. Все, все. Я хочу к папе. Что? Я хочу с папой. Мама! Да. Дима, прости, что я тебя разбудила. Что случилось с Маргаритой Александровной? Просто Соня проснулась и не может уснуть. Она просит, чтоб ты приехал. Я бы не стала тебя беспокоить, но она плачет, Дима. Ага. Хорошо, сейчас приеду. Папа! Привет. Ну, привет, моя хорошая. Что случилось? Ну, расскажи, что случилось. Я не могу уснуть. Я понимаю, Мил. Я понимаю. Мы сейчас с тобой вместе уснем. Ага. Я тебя люблю, папа. И я тебя люблю, Милая. Давай, Киза, срывай. Ложись на кроватку. Все хорошо. Тема, споешь? Ну, конечно, спою. Про котиков. Закрывай глазки. Ах вы, котики-коты, полосатые хвосты, по закону бегали, нашу Соню искали. Соню искали. Здравствуйте. Александра Пустникова? Да, это я. Очень приятно познакомиться лично. Павел Бондарь. Да, очень приятно. Вы не против, если я пройду? Да, пожалуйста. А вы по какому вопросу? У вас очень уютная квартира. Спасибо. Я не хотел вас беспокоить, если бы не обстоятельства. К вам вчера приходил мой помощник, Семен Кульпаков, по поводу этой квартиры. Уходите. Послушайте, Александр, я пришел не воевать, я пришел заключить мир. Что вам нужно? Во-первых, мне очень жаль, что все так получилось. Я понимаю, в каком положении вы оказываетесь. И что? Вы должны знать, я здесь ни при чем. Я всего лишь покупатель этой квартиры. Объясните мне, что вы хотите? Послушайте, я хочу предложить вам компенсацию. Значительную. Ну, чтобы хотя бы немного сгладить случившееся. И эта сумма будет больше, чем та, за которую эта квартира уйдет в торгу. И я должна буду уехать отсюда в течение месяца? Вы ничего не должны. Я могу вас только об этом попросить. Саша, чего дверь-то? Здравствуйте. Добрый день. Павел Бондарь. Дима. Очень приятно познакомиться. А вы по какому вопросу? Я покупатель этой квартиры, пришел к вам с предложением. Как вам только наглости хотел сюда прийти. Послушайте, Дима, я знаю, как это выглядит. Уходите отсюда. Дима, пожалуйста. Если вы дадите мне пять минут, я вам все объясню. Так. Убирайтесь отсюда. Быстро. Дима. Убирайтесь. Дима, пожалуйста. Саша, спасибо, что вы меня выслушали. До свидания. Дима, остановись. Эй, эй, визитку свою заберите. Вы понимаете, что мы потеряли единственное жилье. И вам еще хватает наглости приходить сюда и говорить, что вы будете жить в нашей квартире. Я хотел вам помочь. Помочь? Каким образом вы нам помочь хотели? Я объяснил вашей супруге, я готов дать очень хорошую компенсацию. Компенсацию? Вы что, банк или государство компенсации давать? Вот из-за таких, как ты, я все и потерял. Ты понял меня? Если я правильно понимаю ситуацию, в том, что случилось, есть вина только одного человека. Что ты сейчас сказал? Что ты сказал сейчас? Повтори! Ты подонок. Будешь лезть в мою семью, я тебя убью. Понял? Повтори! Научите себя сдерживать, молодой человек. В семью мою не лезь, понял? Саша, что он тебе предлагал? Я прошу, пожалуйста, не надо с ним никаких сделок заключать. Я не собираюсь с ним заключать никаких сделок. Но ты-то что предлагаешь? Куда нам переезжать? Где жить? Ждать, когда нас выселят? Нам надо бороться за свою квартиру. Я этим займусь. Я буду бороться. Ты ничего не понял, да? Любая борьба за квартиру обернется делом против тебя. Ты просто сядешь за мошенничество. Ну, если надо, то сяду. Ты что, с ума сошел? Я хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Сашка. Сашенька. Дим, пожалуйста, не надо. Я тебя прошу, уходи. Пожалуйста, уйди. Участок, который предлагается осваивать, находится в семнадцати километрах от Москвы, Парижскому шоссе. Можно договориться с подрядчиками об аренде. Экспертиза провели? Мы сделали базовую экспертизу, Павел Александрович. В ближайшем будущем будет сделано расширенное. А радиологию не делали? Мы посчитали, что в этом нет необходимости. Вы посчитали, что в этом нет необходимости. Леночка, а вы в курсе, что в пятнадцати километрах от этой скважины был мусорный полигон? Ну, мы навели справки, свалку ликвидировали три года назад. Рекультивацию позже провели. Рекультивация, рекультивация. А риск огромный. Так что сделайте, пожалуйста, радиологию и земли, и воды. И только после этого будем контрактоваться на своение. Это ясно? Конечно, Павел Александрович. Все. Всем спасибо. Семенов, фломастер. Ой, мам, Соня вся в меня. Только дай ей карандаш будет весь день рисовать. Попробуй вишню. Лида из первого подъезда привезла своя. Мам, ко мне сегодня приходил человек, который хочет купить нашу квартиру. Что он хотел? То же, что и его юрист. Въехать через месяц без лишней суеты и за хорошие деньги. Сашуль, ну, может… Мам. Ну что, мам? Что нам еще остается, дочь? Если он не врет, конечно. Сколько он предлагает? Я не знаю, я не спросила. А ты спроси. Если мы получим компенсацию от банка, плюс эти деньги, которые он предлагает, это может хватить на взнос по ипотеке. Мам, ты серьезно? Сашуль, а у тебя есть другие варианты? Съешь вишенку. Черт. Черт. Ну? Привет. Здрасте. Здравствуйте. Здорово, что ты приехал. Я хочу познакомить тебя с уникальным человеком. Нелли. Нелли. Павел. Нелли – модный московский дизайнер. Один из лучших. И я уговорила ее прикинуть нашу будущую квартиру. Серьезно? Да. Ты в этой квартире даже не была. Ты же ее не видела. А ничего страшного. Мы пока только пристреливаемся. Ну, это по общему дизайну, по стилю. Вот. Покажешь? Боюсь людей, которые пристреливаются. Ох. Дорогая, тебе не кажется, что это преждевременно? Давай сначала решим юридические вопросы. Не ворчи. Так, это у вас кухня. Кухня. Угу. Угу. Это гостиная. Гостиная. А ванную мы отделаем черным мрамором. Это тренд. Похоже на туалет. В московском ночном модном дорогом клубе. Угу. Хорошо, Паш. А что ты предлагаешь? Я предлагаю оставить стиль, какой есть. Ничего не менять. В смысле? Ничего не менять? Давайте сохраним в этой квартире уют, атмосферу, дух московской интеллигенции. И все. Угу. А я предлагаю еще и жильцов нынешних оставить. И будет очень интеллигентно. А ты знаешь, дорогая, это хорошая мысль. Я подумаю об этом. А, меня такси ждет уже. Танюш, я пойду. Павел. Да. А я вам рекомендую подумать. О чем? Дело в том, что черный мрамор – это всегда стильно и консервативно. Хорошо, я подумаю. До свидания. Я провожу. Зря ты так с Нелли. Она очень востребованный дизайнер. И я приложила массу сил, чтобы ее привлечь. Догадываюсь. Таню, у меня к тебе просьба. М? Давай я сначала получу документы на собственность и квартиру. Угу. А потом ты займешься дизайном. Хорошо. Ты знаешь, но тебе ведь правда понравился черный мрамор? М? Мы же правда отделаем ванную черным мрамором? Делай, как хочешь. Вот этого ответа я и ожидала. Мне уже не терпится пригласить друзей к нам на новоселье в новую квартиру. ГОВОРИТА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Алло, здравствуйте, это Саша Постникова. Саша? Здравствуйте. Очень рад вас слышать. Я подумала над вашим предложением и готова согласовать условия. Александра, прежде чем вы подпишете договор, я бы хотел пройтись по его основным положениям. Согласно этому документу, вы должны освободить жилплощадь в течении одного месяца. А также вы отказываетесь от всех притязаний на квартиру в дальнейшем. В том числе от попыток через суд отменить решение о взыскании квартиры в счет долга вашего супруга Горелого Дмитрия Олеговича. Этот документ исключается между вами, как бывший владелец квартиры, и Бондарем Павлом Александровичем. Хватит, Семен. По-моему, и так все понятно. Александр же внимательно прочитал договор. Нужно подписать вот здесь. Да. Прошу. Саша, простите. Эта вся ситуация заставила вас помирничать. Боюсь, я начинаю привыкать. Если вы не против, можно мой водитель вас отвезет домой? Нет, спасибо. Я на своей. Вы ранены. Я в порядке. Ты цела? Я вроде да. Кто-нибудь. Вызовите скорую! Скорую! Что? Саша. Что? Ты же спасла мне жизнь. Что? Я говорю, ты спасла мне жизнь. Я же абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район. Тоннелями изрыт. Тесно. Куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в краже в особо крупном размере. Это шутка? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы приехали с раненым? Да. Ну что ж, у меня для вас хорошие новости. Павлу Александровичу повезло. Можно сказать, оделся царапиной. Благодарю вам, Саша. В стационаре вы останетесь? Ни в коем случае. Ну что ж, Павел Александрович, тогда под вашу ответственность. Конечно. Я выпишу вам антибиотики. Да. Саша. Почему вы поехали со мной? Я испугалась за вас. Так, лекарств достаточно много, и принимать их нужно регулярно. А вы проследите за этим. За этим я прослежу. Паша. Мне позвонили из офиса. Я сразу приехала. Как ты? Все, все успокойся. Все хорошо. Оделся лёгкой царапиной. Ты знаешь, кто это сделал? Нет. Это меня пугает. Так. А полиция? Они в курсе. Слава Богу, все обошлось. Да. Это Саша. Она спасла меня. Рисковала своей жизнью, но увела с линии огни. Саша, спасибо вам большое. Я могу как-то вас отблагодарить, что-то сделать для вас? Нет. Ну что вы, спасибо. Я вела себя так, как вел бы любой человек на моем месте. Ну, давайте я хотя бы такси вызову. Спасибо, не надо. Я сама. Ну, как вы доберетесь? Вы все в крови. Так, давайте адрес. Чистопрудный бульвар. А дом? Семнадцать. Наша квартира. Паш. Это к тебе. Добрый день. Добрый день, Павел Александрович. Игорь Романцов. Следственный комитет. Присаживайтесь. Сделай нам чья. Угу. Слушаю вас. Я не буду вас долго задерживать. С материалами дела я ознакомился, его характер мне ясен. Угу. В настоящий момент мои коллеги анализируют потенциальный круг подозреваемых, но я обязан спросить вас лично. Среди ваших конкурентов есть те, кто мог хотеть устранить вас физически? Вчера был уверен, что нет. А сегодня уже сомневаюсь. Может кого-то конкретно назовете? У нас очень, пускай направленный бизнес. Я знаю всех своих конкурентов по бизнесу в лицо. Я даже представить себе не могу, кому такое могло прийти в голову. Может те, с кем давно не виделись. Ну, кто-то, не знаю, из прошлой жизни. Вы можете рассказать мне абсолютно все, так сказать, не под протокол. Ну, во-первых, если бы эти люди были, я бы о них уже давно знал. А во-вторых, у меня репутация бизнесмена, который играет чисто. Я иду на компромиссы, я со всеми договариваюсь, я стараюсь никого не обидеть. Хорошо, Павел Александрович. Не скажу, что вы упростили мне жизнь. Будем искать. Вот вдруг, если вы что-то вспомните, вот знаете, мало ли. И еще, я хотел бы поговорить с той девушкой, которая была свидетелем покушения. Как ее зовут? Вы же ее знаете. Да, Александра Постникова. Дадите адресок. Да, журналистка, я вам в сообщении пришлю адрес и телефон. Спасибо. У меня к вам тоже будет просьба. Вы не могли бы информационно поддержать мою службу безопасности? Конечно. Отлично. В полном объеме. Договорились, очень приятно. Добрый день. Здравствуйте. Александра Владимировна? Да. Игорь Романцов. Следственный комитет. Я расследую покушение на Павла Александровича Бундаря. Да, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Что вы хотели? По камерам видеонаблюдения мы определили марку машины, но, к сожалению, на сегодняшний день это оказалось все, что мы имеем. Машина оказалась без номеров и к тому же мы не видели лица стрелка. Я подумал, что вы могли бы нам помочь. Так. Не могли бы вы его описать? На нем были темные очки. Лет 35-40. Так. Наверное, это все. Все было очень быстро, буквально за считанные секунды. Да. Не густо. Может, вы вспомните какие-то особые приметы, машины? Это сильно бы упростило нам задачу. Да. Возле бензобака было какое-то контрастное пятно. Может быть, рисунок? Рисунок или наклейка. Угу. Это как-то может помочь? Надеюсь. Соломинка лучше, чем ничего. Хорошо, Александра Владимировна. Если вдруг вы что-то вспомните, я вас очень прошу связаться со мной по этому телефону. Паша, привет. Саня, ты меня напугал. Сколько раз говорил, не подкрал, а все со спиной. Да работа у меня такая. Как рука? Царапина. Там ребята на низком старте. Все хотят узнать, кто ты сделал. Я тоже хочу знать. Какие мысли? Приезжал следак. Мужик оказался внятный, толковый. Но сам понимаешь, система быстро эти раскроет. Но я договорился, вся информация, какая будет у следствия, будет у тебя. Так что копаешь и роешь ты. Понял? Понял. Номер скину позже. Ладно, работаем. Давай. Кстати, забавно получилось. Тебя спасла девушка, которая мы… Получилось. Что-то еще, Синь? Нет. Алло. Алло, здравствуйте, Саша. Это вас Павел беспокоит. Спащенный вами. Здравствуйте. А, Саш, в больнице нам не дали договорить. У меня есть предложение, если вы не против, давайте поужинаем вместе. Ну, я не знаю, у меня как-то сейчас… Послушайте, Саш, вы спасли мне жизнь. Сами понимаете, такое забыть нельзя. И ужин – это самое малое, что я могу для вас сделать. Соглашайтесь. Добрый день. Здравствуйте. У меня есть десять минут. Да, конечно. Петр Владимирович, я… я виноват. Я признаю, год назад, когда вы приходили ко мне, я повел себя не очень… Давайте раздать вещи своими именами. Вы вели себя глупо. Надо было продавать пекарню тогда, когда я вам предлагал. Я вас предупреждал, что ничем хорошим ваша затея не закончится. Ваши предложения по-прежнему актуальны? Сейчас многое изменилось, Дмитрий. Петр Владимирович. Петр Владимирович, у вас встреча в банке через полчаса. Я помню, помню. Петр Владимирович, я пока ждал, заказал ваш десерт. Нет, он, конечно, вкусный, но какой-то обычный. Нет в нем, что ли, изюминки? Нет, конечно, я понимаю, у вас большая сеть, но все же… Что вы предлагаете? Я предлагаю вам открыть экспериментальное кафе. С авторскими десертами. Вы будете владельцем, я буду отвечать за меню. Вы за все остальное. Ну, что скажете? Ну, этого мало. Дмитрий, надо было продавать пекарню год назад. Вы меня заставили ждать. Я этого очень не люблю. К тому же, ваша точка потребует очень больших вложений. Хорошо. Договорились. Вкусная вина? Спасибо, да. Открою вам одну тайну. Этот ресторан – это мое секретное место. Я прихожу сюда, чтобы здесь побыть одному. Подумать. Расслабиться. Не верите? Нет. Это правда, я прихожу сюда всегда один. Тогда почему для меня? Вы сделали исключение. Почему? У вас нет такого ощущения, что мы с вами давно знакомы? Вы виделись в Москве? Да, а вы? Я тоже. Не поверите. Мы жили недалеко от вашего дома. Ах, вот оно что. А мне штукнуло десять. Я потерял отца, и вот тогда мама решила везти меня отсюда. Простите. Ничего страшного. Удивительно. Я ведь отсюда тогда было столько лет, сколько-то мне сейчас. Его убили. Как это произошло? Мы платим за ошибки, которые совершаем. Отец сошелся с очень плохими людьми. А мама попыталась сделать так, чтобы я избежал этой участи. И везла меня в Мурманск к тетке. Поэтому я рос в этом северном, холодном промозглом городе. Но если бы не Мурманск, я бы не увидел северное сияние. А я никогда не видела северного сияния. Ну, только в кино или на картинках. Я тоже. Пока туда не приехал. Это было в конце декабря. Мы возвращались из Териберки. Это два часа езды от города в Мурманск. И вдруг увидели северное сияние. Дядя ведь остановил машину и я выбежал. Это было ошеломительно, потрясающе. Огромное, огромное небо. И оно все сияет и переливается. Это какое-то волшебство. Да. Вы совсем не пьете вину. Вы сказали, что у вас такое чувство, будто мы давно знакомы. Вот и я испытываю что-то подобное. Сама не знаю почему. Ага, спасибо. Ой. Простите, позвольте, я помогу. Держитесь, держитесь за меня. Да, спасибо. Все в порядке? Черт, я не так часто ношу каблуки. Особенно после рождения Сони. Я думаю, у вас будет еще один повод надеть. В смысле? После завтра мой фонд организует благотворительный вечер. Там будет действительно много интересных людей, в том числе один мальчик. Это наш воспитанник. Он безумно талантлив. Я думаю, вам как журналистки будет любопытно на него взглянуть. Действительно, это очень интересно. Вы придете? Конечно. Отлично. Я тогда передам ассистентам, и они им пришлют вам приглашение. Идет? Идет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И не теряйте больше туфельку. Спасибо. Спасибо. Да-да. Нина. Ой, Санечка. Привет. Как ты? Вот я буквально к тебе на пять минут. У меня для тебя их целых десять до планерки. Присаживайся. Рассказывай, что у тебя с квартирой? Я вообще не представляю, как ты могла все это вынести. Как, как? Сначала была в шоке. Потом взяла себя в руки. Ты молодец. Твой папа тобой бы гордился. Но ты знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать. Вот как раз об этом я и хотела поговорить. Я хочу вернуться на полную ставку. У меня сейчас такая ситуация, что мне нужна постоянная работа. Понимаешь, Саша? У нас сейчас не лучшие времена. Но у меня есть к тебе встречное предложение. Ты находишь материал, показываешь мне его. Если он мне нравится, я тебе плачу. И отправлю его в печать. Платить буду по рыночной стоимости, задержек не будет. Идет. И, кстати, у меня уже есть тема. Ну вот это я понимаю, профессионал. Сразу в бой. За это тебя я люблю. Знаешь такого Павла Александровича Бондаря? Он предприниматель. У него свой благотворительный фонд. Бондарь, Бондарь, подожди. Он помогает талантливым детям со всей страны. И на днях у них как раз будет мероприятие. И лицо этого фонда? Актер Меркулов? Ну да. А? Так иди и возьми у него интервью. Пап, а вы с мамой больше не будете жить вместе? Это кто тебе такое сказал? Соня. Я не хочу тебя обманывать, у нас мама и правда все. Сейчас не очень просто. Что будет дальше, я даже и не знаю. Я буду быть и скучать. Пап. Эй, эй. Ну ты чего? Нас с тобой никто никогда не разлучит. Ты слышишь меня? Варя и зайка тоже так думала. Но родители развелись. Или мама приезжает. Или мама прожает. Я тони всегда. Ну а ты на Варю не смотри. В нашей семье такого не будет. Поняла меня? Смотри. Бежим скорее. Бежим, бежим. Бежим скорее. Так. Опа! Выспели. Когда стоишь под мостом, по которому идет поезд, нужно обязательно загадать желание. И тогда оно сбудется. Загадаешь? Загадала. Никому не рассказывай. Иначе не сбудется. Иначе не сбудется. Прошу минуту вашего внимания. Вот уже четвертый год наш фонд поддерживает талантливых детей со всех уголков России. Мы даем реальные возможности тем, у кого еще их не было вчера. И сейчас я хочу передать слово замечательному актеру, который уже давно с нами сотрудничает и является лицом нашего фонда, наш дорогой Александр Владимирович Меркулов. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Все мы прекрасно знаем выражение, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Но для того, чтобы определить, найти юное дарование, необходимо не только внимание, но и материальная поддержка. И сейчас я хочу сказать спасибо моему другу, учредителю фонда Павлу Бондарю, который четыре года назад поддержал эту идею создания помощи талантливым детям. Поаплодируем. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить сюда Андрея Вольского. Пожалуйста, Андрюша, подойди ко мне. Это молодое дарование родом с Дальнего Севера. А сейчас я попрошу тебя, Андрюша, исполнить нам что-нибудь. Пожалуйста. Это молодое дарть. Саша, ты в порядке? Да, спасибо. Я не ожидал, вы и так все остро чувствуете, я потрясен. Как вам Андрей? Он просто великолепен. Ему повезло. На самом деле он вырос в абсолютной нищете. Отец их бросил, когда ему было два года. Живут они в селе, работы нет, так что мать прибивалась случайными заработками. А теперь он будет ходить на занятия к самому профессору Айтовичу из Гнесинки. Миссионная квартира рядом. И он будет платить стипендию. Так что мальчика ждет большая удивительная жизнь и успех. Зачем вы это делаете? Я вам сказал, что я вырос в без отца. Так вот, у нас тоже были очень тяжелые времена. Мы рядом оказались, люди, которые помогли. Считайте, что однажды утром я проснулся и понял, моя очередь помогать тем, кому это необходимо. Закрываю гешта. Вы же понимаете, что вы подарили ему будущее? Если мне получится это сделать для пяти, нести двадцати ребят, я буду счастлив. Ну что, Паш, мне пора. Поехал? Да. Спасибо тебе огромное за помощь. Я вас не представил друг другу. Александр Постникова, потрясающий журналист и посовместительство, мой спаситель. Александр Меркулов, великолепный актер и, самое главное, мой друг. Здравствуйте, очень приятно. Скажите, может, вы согласитесь сказать пару слов о вашем сотрудничестве с фондом? У меня, к сожалению, через два часа самолет. Но через пару дней я буду в Москве, и мы можем встретиться, обо всем поговорить обстоятельно. Неужели вы правда готовы дать интервью? Ну, а почему нет? Я скажу своему агенту, чтобы он связался с вами. Большое спасибо. Не за что. Может быть, селфи? Отличная мысль. Прекрасно. Ну все, я побежал. А то самолет улетит без меня. Да, спасибо большое. Приятно бы вам познакомиться. Хорошего полета. До свидания. Он же вообще не дает интервью. Саша мой друг. И вы, Саша мой друг. Так что он сделал исключение. Ну и зачем ты ее пригласил? Кого? Девушку эту. Какую девушку? Саша, кажется. Ты про Бостникову? Угу. Она журналистка. Чтобы написала материал про наш фонд и про Андрея. Сначала ты выселяешь ее из квартиры, а потом мурлыкаешь с ней на террасе. Тебе не кажется это странным? Ну, во-первых, не я выселяю из квартиры. Ну, конечно. И еще, если ты забыла, она мне спасла жизнь. Это была случайность. Нет, Таня, это был поступок. И я перед ней за это в долгу. И вообще, ты мне скажи, тебя что больше волнует? Журналистка Постникова? Или то, что в меня стреляли? Сонечка, ну все, покушала? Беги, одевайся, сейчас поедем. Ну, что происходит? Рассказывай. Ты о чем? Ты сегодня вся светишься прям. Да ладно, мам, с чего ты взяла? С того, что я тебя знаю лучше, чем ты думаешь. Я вчера познакомилась с актером Александром Меркуловым, и он согласился мне дать интервью. И где ты с ним познакомилась? На благотворительном вечере фонда Павла Бондаря. Бондарь. Что-то знакомое. Слушай, это не он нашу квартиру покупает? Ну, да. Но, ты знаешь, мне кажется, он очень хороший человек. У него было какое-то очень трудное детство, и он делает много хорошего, он помогает талантливым детям. Я только вчера сама об этом узнала. Не готов, мам. Ой, малыш, а что это такое? Где ты нашла эту куртку? У бабушки в шкафу. Мне папа подарил. Она красивая. Соня, давай ты оденешь свою обычную куртку, а то эта мала. Ладно. Бедный ребенок. Нацепила старую куртку. Хочешь, чтобы все было, как раньше. Она очень скучает по Диме. Мам, у нас с Димой все кончено. Саша, не руби с плеча. Соня очень страдает. Ей не хватает отца. Он может приезжать к ней в любой момент. Приезжать. Но не жить вместе. Не завтракать вместе. Не читать на ночь книги. Не играть, как они и любят. Мам. Ну, мамочку. Игорь Евгеньевич. Что? Кажется, мы машину нашли. Чью? Стрелка, который коммерсанта нашего стрелял. И где она? В Тушино. Группа выехала? Нет еще. А чего ждем? Давай вызывай всех. Экспертов, криминалистов. Всех. Понял. У меня для тебя распрекрасные новости. Что случилось? Полчаса назад звонила пресс-секретарь Меркулова. Он согласен дать нам интервью. Ха-ха. Йес. Что, бондарь подсобил? Что? Ну-ка, рассказывай, что у тебя с ним? Спишь с ним, да? Ты что, с ума сошла? Ты как вообще могла подумать такое? А мне кажется, это ты сошла с ума. Глаза горят, смотришь по-другому. Влюбилась, что ли? Не знаю, Нин. Мне кажется, он разбудил во мне какую-то силу, которая как будто спала. Такое ощущение, что у нас какая-то очень тонкая связь. Божечки мои. Точно влюбилась. Это все ерунда. Мы встретились ни в то время, ни в том месте. Саш, притормози, а? После всего, что натворил твой Дима, ты не должна испытывать никаких угрызений совести. Но у нас есть Соня, которая жить не может без Димы. Ты помнишь, что говорил наш психолог Василевская? Нельзя жить вместе только ради детей. Это как в самолете. Сначала маску на себя надела, потом на ребенка. Ты будешь счастлива, и Сонечка будет счастлива. Василевской было легко говорить, у нее не было детей. Саша, ты хорошая девочка. У тебя прекрасно это все получалось. Ну, побудь ты сама собой. Ну, нравится тебе Бондарь, так вперед. В твоем случае лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вовсе. Так, что там с Меркуловым? А у тебя завтра с ним интервью, врится. Спасибо. Здарова. Привет. Ну, ты что такой кислый? Я рад, что ты договорился с Масловым о покупке пекарни. Только это надо было сделать год назад. Лучше поздно, чем никогда. Ну да, да. Ну, тогда хватит уже убиваться. Слушай, все образуется. Начнешь зарабатывать, купишь новую квартиру, помиришься с Сашей. Думаешь? Конечно. Да, это будет не быстро. Но я уверен, когда она увидит, что для тебя семья дороже всего, она рано или поздно оттает. Слушай, а может быть ты и прав, может быть. Стоит перевернуть страницу и начать все сначала. Золотые слова, мужик. Слушай, а я прямо сейчас ей позвоню и назначу встречу в нашем любимом кафе. Привет. Привет. А я думал, что ты не придешь. Почему? Ну, в прошлый раз мы как-то не очень хорошо расстались. Но я же написала, что я приду. Угу. А я взял тебе твой любимый десерт. Спасибо. Присажись. А у меня хорошие новости. Я договорился с Масловым о выкупе пекарни. Маслов, это который... Да, да, да. Тот самый владелец сети кофеин. Это будет экспериментальное кафе с оригинальными десертами от Дмитрия Горелого. И что, он согласился? Ну, да. Это правда хорошая новость. Так что жизнь налаживается, Саш. Сашка, я правда хочу все вернуть, как было. Как было, не получится. Саш, я понимаю, что я виноват. И нет мне никакого оправдания. Но я правда, я все исправлю. Я все верну. Я квартиру верну и... При чем здесь квартира? Ты что, ты так и не понял? Я ж тебе доверяла. В жизни очень мало людей, кому можно доверять. Для меня ты был таким человеком. Ты и мама. Сашка, Сашенька. Прости, я просто прошу, дай мне шанс. Почему один шанс? Саш, я провожу тебя до дома. Спасибо, я сама. Саша, подожди. Пока, Дим. Алло. Саша, как вы? Здравствуйте, Павел. Рада вас слышать. Я тоже. Мне очень приятно. У меня есть для вас одно предложение, которое может вас заинтересовать. Да, какое? Можно, пока это останется для вас сюрпризом, если вы не против? Ну, хорошо. Хорошо, так до завтра. Я за вами с утра заеду. Хорошо? Идет. Идет. Договорились. До завтра. До свидания. До свидания. Да, что ж ты на меня так смотришь-то, а? Новый комплекс. Его только что сдали. Он давно хотел купить эту землю, и все из-за этого удивительного вида. Саша, если вы захотите, я помогу вам сюда переехать вместе с дочкой. Ну, что вы, у меня нет таких денег. А вы не беспокойтесь. Я договорюсь для вас сделать очень серьезную скидку, и дадут рассрочку, так что условия будут комфортны. Павел, почему вы это делаете? Я же вам никто. Вы спасли мне жизнь. А я этого не забываю. Я хочу, чтобы вы знали, есть человек, который способен о вас позаботиться. Павел, у меня вообще-то есть муж. Вы помните об этом? Да. Только он ломал слишком много дров. Он действительно совершил ошибку, но пытается все исправить. И вы в это верите? Простите, я не хотел показаться бестактным, и не хотел вас обидеть. Просто я не понимаю, как можно доверить человеку, который способен накопоставить в семейное гнездо. Да это то же самое, что семью проиграть в карта. И его поведение при нашей последней встрече. Вы о чем? Извините. Да, Лё. Ясно. Ясно. Хорошо. Нашли машину, из которой нас обстреляли. Нас ждут. Да, конечно. Поехали. Я уверена, что это та самая машина. В салоне машины мы обнаружили следы ДНК. Они принадлежат некоему Рустаму Лясовичу Галибину, 80-го года рождения, прежде судим. Знаете такого? Нет. Последний раз его видели в Москве. В настоящий момент его местонахождение нам неизвестно. У вас хорошая охрана, Павел Александрович. После 90-х я в ней не нуждался. Вы же понимаете, что он еще на свободе и в любой момент может повторить. Да, понимаю. Это может быть опасно. Хорошо, я позабочусь об этом. В общем, мы объявили его в федеральный розыск. И как только будут новости, я сразу дам вам знать. Мы свободны? Да, вы можете идти. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Ну, что опять не так с этой Белаловой, нуля? Она просила поменять данный пункт. Здравствуйте. Опять. Здравствуйте, Дмитрий. Простите за опоздание. У вас не дорогу перекрыли, таксист объезд искал. Да, это правда. Начали ремонт. Нелечка, дай мы поговорим. Дмитрий Владимирович, я сегодня всю ночь не спал, все думал о том, как сделать наше место массовым, при этом сохранив его уникальность, которую уже привыкли жители района. И вот о чем я подумал, дизайн. Надо сохранить оригинальный дизайн, но, конечно, принести в него элементы дизайна вашего кафе. Дима, к сожалению, у нас ничего не получится. В смысле? Я передумал покупать вашу пекарню. Ну, почему? Мы же с вами вроде уже обо всем договорились. Вы сказали, что вам нравится это место. Вы мне симпатичны, поэтому буду с вами откровенен. Мне рекомендовали не заключать с вами эту сделку. Подождите, я ничего не понимаю. О чем вы говорите? Кто попросил? Я не могу вам этого сказать. Не могу. Я не понимаю, президент Малич. Дима, вы неплохой парень. Но, к сожалению, я ничего не могу сделать. Удачи вам. Привет. Привет. Нет. Прости, надо было предупредить, наверное. Соня мне попросила рюкзачок забрать. Какой? Ну, тот самый с бантиком. Вон там. Дима, что-то случилось? Нет, всё в порядке. Ты знаешь, я давно тебя хотела спросить. Почему ты не остановился, когда понял, что долги стали неподъемными? Но ты же должен был понимать, закладывая квартиру, что мы можем просто остаться без крыши над головой. Я не думал, что так получится. Я надеялся, что выплыву и... Выплывешь? С такими долгами? Прости. Нет, подожди, я всё это уже слышала. И я прошу тебя, ответь мне. Почему ты поставил свои амбиции выше семьи? Саша, ну почему ты говоришь так? Всё, что я не делал, я делал ради тебя, ради семьи, ради Сони. Почему ты просто не можешь признаться? В чём? В том, что ты эгоист. Смотри, как... Смотри... Смотри... Папа! Ну, пошли мы. Гуляй ты, гуляй ты. Здравствуйте. Так вот она такая, да? Забавно. Послушайте, вы куда? Что вам нужно? Первый раз вижу квартиру, в которой я буду жить. Как он мог на это повестись? Ну, это же просто… Вот это же надо сжечь. Это все надо сжечь. Это вообще рухлядь какая-то. Немедленно уходите отсюда. Оставь его в покое. Кого? Мы уже даже не помним, кого, да? Под любого готова лечь, чтобы за собой квартирку оставить, да? Так, если вы прямо сейчас не уйдете, я вызову полицию. Ничего у тебя не выйдет. Я тебе даю неделю, чтобы тебя здесь не было, потому что потом я приду с приставами. Поняла? Так, все. Я вызываю полицию. Полицию? Очень страшно. А ты что, детка, думаешь, что он такой благородный, да? Такой идеальный мужик? Слушай, по секрету скажу, он вообще не тот, за кого себя выдают. Просто умеет маскироваться. Убирайтесь отсюда. Неделя. Саша, здравствуйте. А я как раз собирался вам звонить. Я договорился о скидке. Послушайте, Павел, какие скидки? Только что приходила ваша жена. Саша, здравствуйте. А я как раз собирался вам звонить. Я договорился о скидке. А зачем приходила? Я не знаю, но какие-то дикие обвинения. Она сказала, что мне нужно съезжать через неделю. Но мы же с вами обо всем договорились. Саша, не переживайте. Условия договора останутся теми же. Вы простите, она... Она ревнует. Что? У нее есть для этого основания. Послушайте, Павел, вы вообще о чем говорите? Она видит, как я к вам привязался. Что? Саша, послушайте, это будет звучать очень странно, но вы и я, мы... Мы должны быть вместе. Я прошу вас, пожалуйста, не отвергайте меня, хорошо? Я тот человек, который вам нужен. Павел, я вообще не понимаю, к чему вы это... Я уверен, я это чувствую. Доверьтесь мне. Павел, простите, мне нужно идти. Нет, Саша, пожалуйста, не кладите трубку. Саша, послушайте, я... Все начинается с запрещенной музыки. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даня! Даня Торзок 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 Я думаю, нам пора расстаться. Подожди, ты что, хочешь со мной развестись? Да. Так будет лучше и для тебя, и для меня. Из-за этой сучки, из-за этой журналистики. Рак прикрой! Паш, да ты просто бредишь! Ты вообще подумал? Да, я подумал. Ты не переживай. Этот дом тебе останется. И деньги, много денег. Тебе хватит, чтобы безбедно жить, если не будешь прожить. Все из-за этой проклятой квартиры. Да нет, Таня. Я встретил человека. Я полюбил. Полюбил? Паш, да ты просто придумал себе всю эту историю. Конечно, девочка-припевочка. Все такая интеллигентная. Ангел просто. Еще жизнь тебя спасла. Да ты посмотри на нее, Паш. Ты ее знаешь меньше месяца, а я с тобой пять лет. Пять, Паша. И я никогда не видела тебя такой размазней. Да, пять лет. А что случилось, Паш? Действительно, пять лет. Пять. Со мной ничего не случилось, Танечка, ничего. Просто случилась любовь. Любовь? А со мной, Паш, была не любовь? Спасибо. Танечка. Участие. Да, это Романцов. Павел Александрович, мы его взяли. Кого? Вашего стрелка. Он должен приехать прямо сейчас. Вы знаете, мы только что закончили допрос. Давайте лучше завтра утром в часиков 10. Удобно будет? Да, удобно. Значит, завтра утром. Мы поймали его на автовокзале. Хотел дернуть из Москвы на автобусе. На машине, видимо, испугался. Вы хотите сказать, что это вот тот самый стрелок? Да, мои ребята провели генетическую экспертизу. Она все подтвердила. Кстати, пять лет назад его уже судили. Вооруженное ограбление. Тогда тоже брали образцы ДНК. Так что сомнений быть не может. Александра, вы подтверждаете, что это он? Ну, тогда он был в черных очках. Но я почти уверена, что это он. Угу. Знаете, что странно? Я все никак не могу понять, зачем он это сделал. Где мотивы? Павел Александрович, пожалуйста, подумайте, как следует. Посмотрите. Может, вы все-таки его знаете? Где-то видели, нет? Нет. Если бы я его видел, поверьте, я бы его не забыл. В общем, будем пока его дожимать. Ну, как только начнет говорить, я сразу уйду на связи. Пять лет. Соня, мы опаздываем. Давай скорее. Руку давай. Соня, руку давай, засовывай. Да проснись ты уже. Прости, папочка. Это ты прости меня, родная. Все в порядке? Угу. Сонечка, иди, вызывай лифт. Папа сейчас подойдет. Хорошо. Беги. Дима, ну что такое, что ты такой мрачный? Все в порядке, мы ж отец, не волнуйтесь. Ну, я же вижу. Я хочу, чтобы ты знал, я на твоей стороне. Спасибо вам, правда. Спасибо. Ну, пошли. До свидания. Счастливо. Прости, задержали издателей на встрече. Ой, господи, мама твоя. Только о тебе и говорили. Обо мне? Твое интервью с Меркуловым просто произвело фурор. Мало того, он никому никогда не дает интервью. А здесь он дал интервью. Да еще и ты сумела раскрыть его образ. Видеоверсия его интервью, где он рассказывает про детство, это просто на разрыв аорты. Мы рыдали всей редакции. Ниночка, спасибо большое. А сто тысяч просмотров за один день? Это же пятилетний рекорд всего нашего издания. Нас вспомнили читатели. А что начальство-то говорит? А, это на самом деле самое главное. Ты готова? Мне лично поручено восстановить тебя фулл тайм. С сегодняшнего дня ты являешься автором издательства «Ливни новостей». И еще являешься лицом нашего издательства. То есть ты можешь брать интервью у банкиров, у политиков, у завершего бизнеса. Что ты можешь сказать по этому поводу? Вы знаете, так неожиданно. Хорошо, лучше я за тебя скажу. Это нереально! Это великолепно! Конечно, да! Нина, я тебя обожаю. Нина, я тебя обожаю. Ладно, пойдет. Еще есть у меня для тебя новость. Кажется, у нас появился новый инвестор. Кто? Ну, он пока не хочет, чтобы его имя раскрывали. Как бы он хочет, чтобы это было... Не, но начальство просто на седьмом небе. Ты приносишь нам удачу. Мам, а ты вспомнишь, что у нас завтра праздник в саду? Ой, совсем забыла. Ой... Ты придешь? Ну, приду. Куда же я денусь? К папу тоже? Папа... Ну, я не знаю. Елена Владимировна сказала, что должны прийти все родители. Если у него будет время, он, конечно, придет. Я хочу, чтобы вы оба пришли. Я хочу, чтобы вы помирились. Конечно, сын. Если ты так хочешь, мы обязательно придем. Побежали. Алло. Саша, а вы еще не спите? Нет. Тогда можно я вас украду? Что? Я хочу вас отвезти в одно удивительное место. Прямо сейчас? Да. Дело в том, что днем там не так красиво. Ну, хорошо. Только, Саш, оденьтесь потеплее там, ветрено. Ясно. Я рад, что вы согласились. Прошу. Смелее. Чуть-чуть, я с вами. Только не открывайте глаза, хорошо? Мне кажется, я во что-то сейчас врежусь. Нет, я вас держу. Доверяйте мне. Держитесь. Еще чуть-чуть. Не открывайте, пока рано. А вот теперь, ставьте глубокий вдох. Открывайте. Это что-то невероятное. Красиво. Просто невероятное. Это северное сияние. Догадали. Знаете, я прихожу сюда, и когда мне очень плохо, и когда я безумно счастлив. Когда меня терзает чувство одиночества, и когда я люблю всю вселенную, вместо откровения. Такое убежище. А у вас есть такое место? Угу. Да. Ну, то есть было. Давно. Старый дом на солянке, знаете? Тот, который потом сломали. Совершенно верно. Вот мы с подружкой туда забирались. Рисовали, читали стихи, что-то придумывали. Даже гадали. Потом дом сломали. И больше у меня нет такого места. Дарю. Саша, дайте руку. Дайте. Кстати, вторая половина сердечка у меня. Вы знаете, сюда вход запрещен всем. Всем, кроме вас. Если вам захочется прийти и побыть в одиночество, приходите. А может, у вас будет желание прийти вместе со мной. Саша, я хочу, чтобы вы знали, что я чувствую по отношению к вам. Главное, поймите, я не сумасшедший. Я нормальный. Это не бред. Это правда. Я... Я хочу, чтобы мы были вместе. Паша, не в этом дело. В чем? Просто как-то все... Очень быстро. Мне кажется, я пока не готова к новым отношениям. Да, конечно, я все понимаю. Я вас нисколько не тороплю. Вы только не бойтесь. Пусть все идет своим чередом. Я готов ждать. Я просто хотел, чтобы вы знали, что я чувствую. Вы оставьте шанс. Шанс нам. И вы тогда поймете, что все это серьезно. Я не играю. Я... Не разочарую вас. Спасибо за чудесное время. На вечер. Тебе действительно понравилось? Конечно. Раз так. Может быть, повторим еще раз? Может быть. Саша, старая жизнь всегда сопротивляется новой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной н separates. Ну, все, песенку повторили, к празднику готовы. Сашина картина. Дима, ты чего? Маргарита Александровна, я вчера Саша увидел с этим бондарем возле нашего дома. С бондарем. Вы можете мне объяснить, что происходит? Дима. В конце концов, Саша, она жена моя еще, у нас с Соней. Димочка, я не хотела тебе говорить, но кажется, бондарь ухаживает за Сашей. Она недавно была у него на благотворительном вечере, который устраивает его компанию. Черт, в бондарь. Дима, мне тоже это все очень не нравится, мне не нравится этот человек, я ему не верю. Но Саша взрослая девочка, я не могу на нее повлиять. Вы уж как-то разбирайтесь сами в своих отношениях. Единственное, о чем я тебя прошу, чтобы ваши отношения никак не касались Сони. Я готова. Ну что, поехали, Зайка? Угу. Опа! Ну-ка, бабушка. Пока-пока. Ну-ка, бабушка. Пока-пока. Так, спасибо. 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 Мама приехала. Мама приехала. Мама приехала. Мама приехала. Привет, мама. Привет, мой Зайчик. Так, пойдем скорее. Жил. Привет. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы уже опаздываем. Волнуешься? Нет. Угу. Волнуешься? Угу. Сюда. Сюда. Так. Проходим. Угу. Быстрее. Ну, папа, наверное, спасибо. Папа, наверное, не пойдет... Калинка, калинка, калинка моя. Саду ягода, малинка, малинка моя. Эх, калинка, малинка, малинка моя Коту ягода, малинка, малинка моя Под сосою, под зеленою Спать положите вы меня Ай, люли-люли, ай, люли-люли Спать положите вы меня Калинка, малинка, малинка моя Сады ягоды, малинка, малинка моя Эх, калинка, малинка, малинка моя Эх, калинка, малинка, малинка моя Сады ягоды, малинка, малинка моя Ой, Сашуль, я же забыла тебе сказать я посмотрел твое интервью с меркуловым мало просто замечать спасибо он оказался такой глубокий человек ты его прямо раскрыла горжусь тобой дочь в интернете есть я тоже посмотрю я тебе кину ссылочку уже очень рад что ты я рад что ты на работу вышла причем сразу так ярко сонечка почему ты торт не ешь я ем соня слушай сегодня было все очень здорово но мне правда немного слепило в глаза почему баб потому что ты была самая красивая ой а я не видела пропустила малыш чего ты такая кислая у тебя был такой замечательный день ты так хорошо пела и не кислая ну что устала я не устала просто вы не такие как обычно а что не так малыш папа сказал что вы помирились а вы не помирились сонья я тебе сейчас все объясню все но немножко не так как ты думаешь саняш саняш мы с мамой тебя очень любим слышишь когда почему вы живете не вместе и почему я живу у бабушки сонечка все наладится когда я хочу чтобы папа меня укладывал и чтобы вы были вместе сонь подожди я поговорю давай поговорим не хочу саняш есть такие вещи которые ты пока не понимаю какие соня мы с мамой любим друг друга но у нас сейчас непростой период я надеюсь он скоро закончится когда папа я не хочу тебя обманывать я пока не знаю я хочу бабушки домой пойдем давай курточку так ничего не забыли да нет все на месте дим ты идешь с нами и останусь ненадолго ну если ты конечно не против да пожалуйста саняш это до завтра заберу тебя хорошо это шо пока все пока мамочка пока 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 а ты чего остался поговорить хотел чая хочешь еще не спасибо саша не совсем недавно показалось что что мы можем сначала все начать саша саша я люблю тебя слышишь но неужели мы просто не можем все вернуть как было сашенька я не знаю как это вернуть сначала я думала что это из-за квартиры ну я видел вас вчера там возле подъезда вдвоем ты что ты шпионишь за мной да не шпионил я ничего так случайно получилось саша что у вас с ним это не твое дело как не мое сашка как ну как ты же жена моя саша дима тебе лучше уйти пожалуйста уходи ну как живешь живу на коробке надо переезжать куда не знаю ипотеку решили не брать почему неизвестно что будет дальше непонятно каким составом мы будем жить чего непонятного то дима пытается все вернуть конечно когда он понял что он потерял теперь он хочет вернуться я не знаю чего я хочу ну а бондарь проявлялся приехал поздно ночью отвез на какую-то крышу на высотке там потрясающий вид шампанское ленты красиво ничего себе а главное он говорит такие слова какие слова что мы должны были встретиться что это не случайно что что это судьба божечка то мои наше циничное время и такое происходит самое страшное что я похоже чувствую то же самое но мы очень разные мы из разных миров все происходит слишком стремительно опять-то за свое за тебя такой мужик борется а ты все за старое цепляешься мы слишком долго были с ними вместе я не могу просто так взять и броситься в новые отношения я все понимаю я хочу чтобы ты ты реально смотрела на вещи твоя жизнь меняется и ты меняйся вместе с ней так ребяточки собираемся в паровозик ну-ка быстрее 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 на раз два три раз два молодец так сюда-сюда собираемся 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 так макеева куколенко так а где у нас горелого а соня денис где 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 горелого я не знаю соня 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 будь смелее уже отпусти ты все о планерку пара алло как пропала сейчас еду соня пропала как пропала где моя дочь саша простите я не знаю как это произошло просто она была тут а потом я обошла все дворы и нигде не как такое может быть вы что за ними совсем не смотрите спокойнее пожалуйста спокойнее я так понимаю что вы мать правильно понимаете хорошо вам нужно будет заполнить заявление чтобы мы начали поиск что значит начали поиски вы что вы еще не начали поиски да вы что с ума сошли у меня дочь пропала девушка успокойтесь вы разговариваете с представителем власти у вас совести нет представитель власти выходит что вы работали в сети ресторанов георгия лукина а потом открыли свою пекарню да да все так тут написано что о ваших десертах писали некоторые издания было дело а можно узнать что случилось почему вы закрылись вы знаете я не хотел бы об этом распространяться извините одну минутку можно алло алло дима да саша что случилось у нас соня пропала как пропала я не знаю она ушла из садика куда я сейчас приеду маргарита александр вы в порядке я говорила надо было в другой сад отдавать где нормально следят за детьми и беспокойтесь я найду я что вы тут делаете дима здравствуйте я знаю вам сейчас трудно держитесь только ведь это не время устраивать скандалы наша с вами задача найти ребенка наша задача да она же я подключил все связи в мвд дали самых лучших специалистов так что мы найдем сон я пойду на нее сошвай да хорошо да сержант хорошо я понял тебя все давай александра владимировна моя группа начала поиски мы также поделились информацией с волонтерами и они уже включились есть уверен скоро соню найдут дети частенько сбегают из садиков это обычное дело я и сам бегал когда был маленький а и 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 Соня. Привет, пап. Привет. А мы с мамой очень волновались. Тебя нигде не было. Помнишь, когда мы проходили под этим мостом, и сверху шел поезд, ты сказал, что я могу загадать любое желание? Ну, конечно, помню. Я загадала, чтобы вы с мамой снова были вместе. Ну, получается, на изглазь? Да. Получается, пока не сбылось. Я решила, чтобы прошло сто поездов. Но пока только восемь. Восемь? Ну, восемь — это уже очень много для одного желания. Ты замерзлась совсем у меня. Пошли-ка домой, а? Пойдем. Опа. Замерзла? Да. Доченька! Сонечка! Сонечка! Как же ты меня напугала! Прости, мамочка! Прости, мамочка! Это ты меня прости. Я так люблю тебя. Ты не замерзла? Пойдем. Хочешь покушать что-нибудь? Или попить? Ты не замерзла. Как вам удалось ее найти? Сотрудники прошерстили весь район и вообще ничего. Я ее отец. Стою ты не назовет. Слушай, ну как? Как ты ее нашел? Она пряталась под мостом желаний. Где? Железнодорожный мост через Москва-реку. Мы там гуляемся иногда. Я сказал ей, что когда поезд идет по мосту, можно загадать желание, и оно сбудется. Ты всегда знал ее лучше, чем я. Ну все, вроде уснула. Ну я надеюсь, вы понимаете, как нам повезло? А если у вас с ней что-то случилось? Помолчи! Вы не понимаете, что вы гробите все лучшее, что у вас есть? Я сейчас не только про Соню, я про вашу семью. Про тебя, Саша. Про тебя, Дима. Да, случилась беда. Вот из-за этого дурня. Но жизнь-то продолжается. Вы что, хотите всем этим пожертвовать? Ради какой-то квартиры? Хотите еще стать одной семьей, которая разбилась обытовуху? Знаете, сколько я таких повидала? Все совершают ошибки, Саша. И я их совершала. И папа. Но надо, важно, уметь прощать. На этом все стоит. Маргарита Александровна. Ничего, ничего. Сейчас нормально все. Ну, в общем, так. Я надеюсь, вы меня услышите. И сможете простить друг друга. И понять. Ладно, мне пора. Я вас провожу. Не надо. Я сама доберусь. Ты проснешь меня, Саша? А знаешь что? А давай выпьем. Знаешь, мне никогда не было так страшно, как сегодня. Вообще, я не понимаю, как все это произошло. Какое счастье, что ты ее нашел. Спасибо тебе большое. О чем ты говоришь, Сашка? Что дальше? Я не знаю. Но мама права. Соня, семья. И это самое главное. Я думаю, нам нужно попробовать начать все сначала. Саша. Сашенька. Но только я... Я пока не готова. Не могу сделать вид, будто ничего не было. Это будет неправда. Я понимаю, Сашка. Я все сделаю. Слышишь меня? Саша, все. Знаешь, мне просто нужно время. Мне надо понять, что хочу именно я. Не мама, не Соня, не ты. А я. А ты изменилась. Да. Это правда. Я ничего не могу с этим поделать. Малыш, ты чего не спишь? Ты чего не спишь-то? Я не могу снять. Ну, пойдем, 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 я тебя уложу. А ну-ка. Ты хорошо подумай. Ну и куда ты теперь? Не знаю. Гостиницу. Снимаем она. А может, сразу к своей журналисточке? Она ждет, не дождется, небось. Вот дрянь, а. Не завидую я ее мужу. Таня! Что Таня? Что Таня? Ты меня бросаешь! Таня, я прошу тебя, хотя бы в память о том, как все у нас начиналось. Давай расстанемся, как люди. Я просто не понимаю, чем я это заслужила. Что я тебе сделала такого, Паш? А главное, ты думаешь, она другая? Ты не нужен ей, Паш. И квартира эта нужна, и деньги твои. Она в Ангелы сейчас поиграет, а потом масочку снимет и... Все. Только меня вот рядом уже не будет. А ты по себе, Танечка, ты не суди. Я-то надолго одна не останусь. Да. Я в этом уверен. Водитель приехал. Ну вот, Таня. Вот и все. Будь счастлива. Скотина! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Кого там принесло в такую иронию? Я-то пойду, посмотрю. День добрый. Здравствуйте. Капитан Русаков. Нам нужен Горелов Дмитрий Олегович. Это вы? Да, это я, а что? Позволите. Подождите, а что случилось-то? А что тут происходит? А вы, собственно, кто? Жена. Ваш муж задержан. Ознакомьтесь. Задержан? За что? Дай, пожалуйста. По подозрению в организации убийства. Ещё ж какая. Убийство кого? Павла Александровича Бондаря. Что? Сегодня создают семейный союз Наталья Баранова и Рутенда Гнебезова. Ну, Гнебезова. Это нормально, это фамилия? Вызывайте скорую! Срочно! В кабинете путешественника разберутся. Там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет её некоторый Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницын Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии на население. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Чтобы со мной не случилось, доведи моё дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете? Роман Куницын Ирина Владимировна. Роман Куницын Ирина Владимировна. Роман Куницын Ирина Владимировна. Роман Куницын Ирина Владимировна. Дядя ошиблись. Все, не плачь. Сейчас папа вернется скоро домой. Забери ребенка. Тихо. 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 Тихо, тихо, моя хорошая. Мам. Тихо, моя хорошая. Мам. Тихо, моя хорошая. Игорь Дмитриевич, объясните мне, пожалуйста, что происходит? А что происходит? Почему вы арестовали моего мужа? Присаживайтесь. Я прошу вас ответить на мой вопрос. А я прошу вас, сядьте. При задержании полицейские сказали, что он обвиняется в покушении на убийство. Но это же абсурд. Вы же нашли уже человека, который стрелял в Павла. Да, задержали. И подозреваемый дал показания против вашего мужа. Что? Он заявил, что именно Горелов Дмитрий Олегович нанял его для того, чтобы убить Павла Александровича Бонда. Нет. Но это же невозможно. Я тоже не верил до тех пор, пока не увидел вот это. Узнав о том, что Бондарь покупает квартиру, Дмитрий угрожает ему. Вот здесь на видео видно, как он говорит, я убью тебя. Можно прочесть по губам. Я не знала. До недавнего времени я тоже. Нет, подождите, но... Ну, может быть, это человек, Галибин. Ну, может, он все придумал. Зачем? Он не в том положении Александра, чтобы что-то придумывать. Человек, который идет на сделку со следствием, не станет врать. Мне жаль. Саша! И я даже не знаю, что сказать. В это трудно поверить. Ты тоже к следователю? Да, дачу показаний. А ты? Говорила с ним уже? Да, он показал мне видео. Неужели Дима, правда, тебе угрожал? Прости, я не хотел тебе об этом говорить. Я не верю, что он на такое способен. Тебя можно понять, но факты остаются фактами. Стрелявший, Галибин, чистосердечное признание. Откуда бы он знал Диму? И вообще, зачем ему все это придумывать? Мне самого в это верится с трудом, но... Факты остаются фактами. Павел, прости, пожалуйста, мне нужно... Как-то обо всем об этом подумать и побыть одной. Да, конечно. Мам, а когда Павел вернется? Скоро, малыш. Мне честно, что его не остановят. Он самый лучший. Я уверена, что скоро он вернется. Ты засыпай. Ты не спонешь, колыбельный? Я без меня не могу заснуть. Малыш, прости, пожалуйста, я не помню слова. Папа не всегда ее поет. Я знаю. Я знаю. Она еле уснула. Никогда не поверю. Его подставили. Дима не идеален. Дров наломал, но он никогда на такое не пойдет. Что у них вообще на него есть? Ну, во-первых, есть признание этого несостоявшегося убийцы. А во-вторых, мне показали видеозапись, где он угрожает Павлу. Саша, ну ты что, Диму не знаешь? Ты помнишь, как он тогда с рабочими ругался, когда они ремонтировали пекарню? Ну, он каждому второму угрожал. Ничего, все живы. Да нет, хватит. Все, я никогда не поверю в это. Никогда. Это бред. Что? Ой, мамочка, что такое? Садись скорее. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, 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 тихо. Покажи, сильно там нет? Давай пальчик. Так. Мамочка, давай, давай, давай. Ну, пожалуйста, ну тихо. Моя хорошая, не надо, ну пожалуйста. Мама. Мамушка. Ой. Малышка. Мамушка, успокойся. Тихо, тихо, девушка. Тихо, мои хорошие, тихо. Тише, тише. Алиса Владимировна. Здрасте. Помните меня? Я Семен, помощник Павла Александровича. Да, я вас помню. Не могу дозвониться до него со вчерашнего дня. Подумал, вдруг он у вас. Нет. С чего взяли? Ну, он ушел от жены, снял номер в отеле. И не появлялся тот со вчерашнего дня. Он к вам очень привязанный. Он никогда не видел таким раннимым. Он говорит о вас постоянно. Саша кто? Саша это. Если хотите узнать мое мнение, это любовь. Мам, мы скоро? Да, Саня, сейчас пойдем. Павел очень редко кому доверяет. А если доверяет, то делает для этого человека все. Таких людей, как он, много не бывает. Нет, исключительный экземпляр. В общем, если он появится, дайте, пожалуйста, мне знать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Паша. Саша? Что ты здесь делаешь? Ключи. Ты же мне сам дал. Наверное. Ко мне приезжал твой человек? Семен? Да мой друг. Преданный парень мой. И с ним многое прошло вместе. Он тебя ищет, очень волнуется, не может нигде найти. Он не знает этого места. Прости меня. За что? За все. Это чертова квартира. Твой муж. Паша. Ты ни в чем не виноват. Мы сами наломали дров. Просто я не думала, что Дима... Слушай, я виноват, ты просто этого не понимаешь. Я все могу исправить, слышишь? Саша, я сделаю так, что Дима отпустят. Я отзыву обвинение. Нет, подожди. Неужели это возможно? Да. Я завтра встречусь со своим юристом. Мы напишем заявление. И для Сони это чудовищное, страшное происшествие. Я обещаю тебе, я найду самого лучшего психолога. И с квартирой мы все решим. И с мамой я все исправлю. Я тебе даю слово, слышишь? Только доверься, слышишь? Доверься мне. Все будет хорошо, слышишь? Я тебе обещаю. Только ничего не предпринимай. Привет. Прости, пробки. Привет, да. Хорошо, что приехал. Я тебе заказал капучино, ты не против? Да, спасибо. Спасибо. Ну что, как он? Ну как, нервничает. Он больше и засунет, чем из-за себя. Саша. Спасибо. Спасибо. Я хочу тебе сказать, что это лютая подстава. Я вчера встречалась с Павлом. Он готов пойти нам навстречу и отозвать обвинение. Ты с ума сошла? Как он может отозвать обвинение? Заказное убийство – это тяжкое уголовное преступление. Это не бытовая драка. То есть он не может? Нет. Почитаю уголовный процессуальный кодекс. Значит, невозможно. По закону нет. Ну, только если Бондарь сам это все организовал. Что организовал? Как? Как, как? Так. Дал следователю наладку, покупил свидетелей. Заставил оговорить Диму. Зачем ему это надо? Зачем? Из-за тебя, Саша. Он хочет поучить тебя. А Дима мешается по благам. Это какая-то дикость. Павел серьезный бизнесмен. У него… Он занимается благотворительностью. Он порядочный человек, в конце концов. Нет. Тут надо как следует подумать. Мне кажется, это как-то связано с квартирой и кредитом. Вон у Галибина было то же самое. Сначала мошенники отобрали у него дом, а потом его посадили. Все как у Димы. Саша, ты просто не хочешь признать очевидное. Я просто хочу во всем разобраться. Привет, Зань. Привет. Спасибо, что пришел. Ну что, удалось найти что-то конкретное? Да. Той Галибин одна из жертв организации Кредит Плюс. Компания заключила с ним кабальный договор. Нереальные условия, бешеные штрафные санкции. Ну, в общем, когда у него возникли финансовые проблемы… Они пришли за его домом. Угу. Компания Кредит Плюс через полгода была рекомендирована. Но сразу же после ликвидации по адресу этой компании открыли новое юрлицо. Северная финансовая группа. Галибин объявил им войну, начал судиться, ходил по газетам, и на него повесили то самое ограбление. А вот по вот этой северной финансовой группе есть что-то? Да. Я нашел людей, пострадавших от этой северной финансовой группы. Вот список. И это только те, кто пытался как-то ему противостоять. Не густо. Ну, это логично, Саша. Этим людям нечего было им предъявить. Они даже подписывали эти контракты, не глядя. Понимаешь? Выходит, эти мошенники знали, что у Димы проблемы и специально предложили ему такое. Абсолютно верно. Ну, а дальше все просто. Компания отжимает квартиру, выставляет ее на торги и вуаля. Да-да. Игорь Дмитриевич? Александр, какими судьбами? Здравствуйте. Чай хотите? Нет, спасибо. У вас какие-то вопросы? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Я провела расследование. Вы провели расследование? Да. Я журналист. У меня большой опыт в подобных делах. Так вот, я сопоставила факты, навела справки и выяснила, что в деле моего мужа слишком много белых пятен. Я уверена, что Диму подставили и я могу это доказать. Вот оно как. Ну, что ж, я внимательно вас слушаю. Во-первых, нет ни одного прямого доказательства, что именно он является причастным к покушению на Павла Бондаря. За исключением показаний человека, который в него стрелял, да? Да. Но его же могли подкупить или напугать. И кто же? Есть такая организация, называется Северная финансовая группа. По документам, это просто кредитная организация, даже не банк. Но по сути, это рейдеры. Так вот, они кредитуют людей под залог квартир. А когда те не справляются с кредитом, они отбирают у них недвижимость. Простите, это может быть, конечно, неприятно, но разве противозаконно? Они же не заставляют человека силой подписывать эти документы. Да, не заставляют. Но они так составляют договор, чтобы можно было при малейшей просрочке отобрать квартиру. Александра, простите, что вы от меня сейчас хотите? Пять лет назад Галибин стал жертвой именно этой организации. Он попытался судиться, но его обвинили в ограблении, которое он не совершал. А когда он вышел на свободу, решил подработать киллером. Я правильно вас понимаю? При чем здесь киллер? На него же надавили, чтобы замазать моего мужа, потому что мой муж тоже жертвой именно этой организации. Александра, вы сами себя слышите? У меня есть факты. Бондарь купил вашу квартиру. Ваш муж ему угрожал. Через несколько дней произошло покушение. Исполнитель Галибин заказчик ваш муж. Галибин сам во всем признался, что еще не ясно. Да, алло. Да, привет. Как дела? Только что была у следователя. Пытался донести до него свою версию событий. Выставил полной дурой. Давай приезжай в кафе, у меня для тебя есть новость. Да? Паш, есть минутка? Да, заходи. Мне только что наш бравый следователь звонил. Чего хотел? Костникова копает под всех финансгрупп. Значит, не прослушалась. Надо будет как-то притормозить. Нет, не надо. В смысле? Пусть копает. Хочу посмотреть, что она будет делать. Паш, ты рискуешь сильно. А я всю жизнь рискую, Сень. Ну, хорошо. Хозяин, барин. Смотри. Что это? Это страничка Руслана Родионова, владельца Севфинансгрупп. Закончил сорок пятую школу в Мурманске десятый А. Так, и что? А то, что они с Бондарем одноклассники. Галибин теряет дом благодаря этой конторе. Садится, выходит, стреляет в Бондаря. Контора отбирает квартиру у вас. И кто ее покупает? Бондарь. Он явно аффилирован с ним. Нет, подожди, ну а как же? Я хочу сказать, Саша, что твой Бондарь бандит. Его легальный бизнес это только прикрытие. Он рейдер. Вот откуда у него связи и деньги. Он запал на тебя и решил уничтожить Диму, чтобы тот не путался под ногами. Бондарь подставил его. Нет, ну подожди, ну а как же... Ты помнишь Маслова? Это который владелец сети кофеин хотел купить пекарню. Да, а потом передумал. Ну? Потому что кто-то надавил на него. Ты догадываешься, кто это сделал? Кто меня спрашивал? Добрый день. А моя фамилия Маслов? Здравствуйте, Петр Владленович. Саша, очень приятно. Для вас просто Петр. Угу. Скажите, это ведь вы брали интервью у Меркулова, да? Совершенно верно. Я смотрел, мне очень понравилось. Такое живое, глубокое, интересное. Очень хорошая работа. Спасибо большое. Но я пришла сегодня к вам не как журналист, а как жена Димы Горелого. У вас же есть для меня пара минут, правда? Скажите, вы хотели купить нашу пекарню, но потом передумали. Почему? Так сложились обстоятельства. Ну, вы же знаете, что Дима талантливый кондитер, и вы могли купить кондитерскую практически из-за бесценок. Почему вы передумали? На вас кто-то надавил? А почему я должен перед вами отчитываться? Вы не должны. Но это очень важно, и от этого зависит жизнь человека. Я очень прошу вас, расскажите мне, пожалуйста, кто попросил вас не заключать эту сделку? Хорошо. Я спрошу по-другому. Имеет ли к этому отношение человек, которого зовут Павел Бондарь? Пойдем? Мам, а наш папа правда в тюрьме? Кто тебе это сказал? Девочка в детском саду. Запомни, наш папа самый лучший, и он ни в чем не виноват. Алло. Привет. Привет. Ты как? Как раз хотела тебе звонить. Да? Нам надо встретиться. Да, конечно. Давай в нашем ресторане. Когда? Через сорок минут. Хорошо. Привет. Я на свое усмотрение взял, сегодня белое вино. Надеюсь, тебе понравится. Ты как? Как Сонечка? Я нашел очень хорошего психолога. Это ты сделал? Что? Посадил Диму. Я? Я-то что? Нет, конечно. Не надо. А я знал, что ты докопаешься до истины. Ты же у нас умная. Ты зачем это сделал? Ты действительно хочешь это знать? Да, хочу. Вначале мне была нужна только квартира. В доме, рядом с которым пошло мое детство. А потом, Саш, я. А потом произошло то, что поменяло всю мою жизнь. Я встретил тебя. Я полюбил тебя. Да, полюбил. И полюбил первый раз в жизни. Полюбил. Это так ты проявляешь свою любовь к человеку? Забираешь все самое дорогое, что у него есть? Подожди. Да ты чего этим добиваешься-то? Я хочу, чтобы ты была со мной. Это невозможно. Что значит, это невозможно? А вот то и значит. Тогда твой Дима сядет в тюрьму и сядет надолго. Ты что себе позволяешь? Я хочу. Я требую, чтобы ты немедленно прекратил этот фарс. Дима должен быть освобожден. Ну, какой же это фарс? Сейчас твой муж сидит в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. А я здесь за столом с тобой пью вину. А знаешь, я ведь не Галибин, я могу ответить. Я прямо завтра опубликую расследование о всех твоих махинациях. О Кредит Плюсе, о Северной финансовой группе, о том, как вы народ кошмарите по всей стране, а? Нет, только не это. Это же кошмар. Потому что ты где-то будешь публиковать? В своей газетенке? Например. Ливин новостей. А ты так и не поняла, кто? Тот неизвестный меценат, который вытащил вашу бульварную газету из дерьма. Ты не понимаешь степени моего влияния, Саша. Я умоляю тебя, пожалуйста. Если ты будешь со мной, я с ним обвинение с Димой, он выйдет. Я даю тебе честное слово. Просто будь со мной. Да пойми ты, я всегда добиваюсь того, чего я хочу, и получаю то, что я хочу. Пойми. Нет, не всегда. Саша. Саша! Это правда? Ты меня напугала. Что? В Бондаре есть тот самый инвестор, о котором ты говорила? Слушай, выдохни, сядь. Что случилось-то? Нина, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Почему ты мне не сказала раньше? Потому что он меня попросил тебе об этом не говорить. Он не хотел, чтобы ты чувствовала себя некомфортно. Да вообще, я думала, что у вас все хорошо. Что случилось-то? Нина, он бандит, если ты не знала. Он отбирает квартиры у людей, а потом сажает их в тюрьму, если те начинают сопротивляться. Как он посадил Диму. А Дима что, в тюрьме? А ты уверена, что это он? Я что, тебе вру? Нина, пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь. Мне нужно сделать расследование о Бондаре, о его этом подельнике, о Родионове, обо всей этой северной финансовой группе, обо всем этом криминале. Понимаешь, это единственный шанс вытащить Диму. Нина, почему ты молчишь? А что я тебе скажу, Саша? Скажи, что ты поможешь мне найти информацию. Скажи, что ты тоже хочешь прижать этого гада. Скажи, что ты на моей стороне. Я на твоей стороне, Саша. Ну? Где доказательства, что это он? Ты что, ты мне не веришь? Верю. Толку-то. Я поняла, ты просто боишься. Ты боишься, что он отнимет эту редакцию, что он тебя уволит, да? Знаешь что? Живи с этим. Саша! Добрый день. Привет. Привет, Радик. Знакомься, это Илюша Хлопецкий, мой старинный друг. Тоже адвокат. Очень приятно. Взаимно. Присаживайся. Смотри, поскольку я защищаю Диму, я не имею права защищать Галибина. Поэтому Илюша выступит в роли его адвоката и поможет его разговаривать. Кстати, он уже подписал договор с его женой. Вы думаете, это действительно как-то может помочь? Ну, судя по тому, что мне рассказал Радик, мужика капитально прессанули. Он напуган. Но есть одно но. Он хочет отомстить. А это желание сильнее, чем страх. Именно поэтому он решился на убийство. Спасибо. Добрый день, Рустам Ильясович. Вы кто? Я ваш адвокат. Илья Хлопецкий меня зовут. Меня наняла ваша супруга Надежда. На какие шиши? Деньги дело десятое. Важно, что у нас с вами общая цель. Посадить Павла Бондаря. Вы ведь ненавидите его за все то, что он с вами сделал. Они сломали мне жизнь. Моей семье. Из-за этой скотины. Моя мать лишилась дома. А потом умерла. Я из-за него отсидел пять лет. Пять. Я знаю. Он создал вам реальные проблемы. А теперь еще заставил оклеветать невинного человека. Но они же заставили вас дать показания против Дмитрия Горелого. Так? Ну вы поймите, что этот человек сядет. Сядет по-настоящему надолго. Жизнь его сломается. У него есть семья. Дочь. Они потеряют его. У вас же есть семья. Вы должны это понять. Что они вам предложили. И как вы будете с этим жить. По-человечески, Рустам, я тебе сочувствую. Но положа руку на сице, ты сам виноват в своих проблемах. Но не волнуйся. Я помогу тебе все исправить. За то, что ты сделал, ты сядешь. Это надо на берегу понимать. Но тюрьма штука такая. То ли выйдешь, то ли нет. Непонятно. А мы тебе сделку предлагаем. А сидишь спокойно, ровно, без проблем, без приключений. К тому же Дмитрий Александрович закроет все твои долги. И сегодня ты сдавь на ссорку. Понимаешь? Ну естественно, мы хотим хоть что взамен. Ты должен сказать, что убийство Павла Александровича заказал вот этот человек. Его зовут Дмитрий Горелов. Это все, что тебе требуется. Я не хотел, чтобы так было. Ну и что вам нужно? У меня к вам убедительная просьба, Илья Валентинович. Значит, не нужно соваться в это дело. Это почему же? Вы же не первый год работаете. Знаете, как у нас все устроено. Ну и как у вас все устроено? Вам нужно забыть о том, что сказал вам Галибин. Ну и вообще об этой встрече. Я понятно объяснил? А если не забуду? Удачи. Да, ребят. У них там все схвачено. Иначе как объяснить, что следователь так быстро узнал о моем визите к Галибину? Думаешь, Галибин отзовет свои показания? Колеблется. Я, конечно, понимаю, что люди Бондаря основательно с ним поработали. Да и следователь с ними в теме. Вот гады. Ну, есть и хорошая новость. Я весь наш разговор записал на диктофон. Там все есть. Илюха, ты красавчик. Бондарь скажет, что все это подделка и монтаж. И ему поверят. Единственный вариант это заставить Галибина дать показания под присягой. Они не дадут ему это сделать. Скорее убьют. Мне кажется, я знаю, что надо делать. Ну, что? То, с чего я и начинал. Единственный шанс прижать Бондаря это опубликовать статью о нем и о его схемах. Сделать расследование с указанием всех пострадавших, в том числе и о Диме. Саша, это очень опасно. И где ты собираешься ее опубликовывать? Ведь Ливен Новосель для тебя закрыт. Формально, да. Но у меня же есть код административного доступа. Так что я могу никого и ни о чем не спрашивать. Дамы и господа, сегодня для нашего издания особенный день. Наше издание начинает новую жизнь. Буду с вами откровенна. Ливень новостей в последний год переживал не лучшие времена. Отсутствие финансирования неблагоприятно отражалось на нашей деятельности. Однако, появился человек, который в корне изменил эту ситуацию. И сегодня он любезно предоставил здание своего фонда для проведения этой пресс-конференции. Это Павел Бондарь, известный предприниматель, благотворитель. И теперь наша история. Смотри, кто-то взломал сайт редакции. С новыми страницами нашего издания вы можете ознакомиться на нашем сайте ливень новостей.ру. Павел Александрович, вам слово. Спасибо. Дорогие друзья, долго не буду задерживать ваше внимание. Хотел поблагодарить вас за то, что вы пришли поддержать нас в этот день. Скажу только одно. Для меня поддержка издания Ливень новостей это не только новая деятельность, но это еще и возможность сделать личностный вклад в поддержку независимой на честной журналистике. Я прошу прощения, я на минуту. Камень, берите. Саша, зачем ты? Ты бандит и преступник. Да, я преступник. Так сложилась моя жизнь, детка. Она меня таким сделала. Жизнь тут ни при чем. Каждый сам отвечает за свои поступки. Ты делаешь из меня чудовище, хорошо? А ты учитываешь, что вот это самое чудовище помогает детям из бедных семей. Это чудовище предложило тебе компенсацию за квартиру и прыгала перед тобой на задних лапах, пытаясь тебе угодить. И тебе это ведь нравилось, да? Скажи честно. Ты отобрал мой дом и разрушил мою семью. Саша, постой. Ты права. Да, я действительно сломал тебе жизнь. Я сломал судьбу огромного количества людей. Я не понимаю, почему меня не убили до сих пор. Хотя пытались. Мой отец с самого раннего детства как молитву утвердил только одно. С волками жить, поволчьи выть. Учил меня, а его завалили. И с тех пор я на эту поганую, вонючую, дыряную жизнь вою, Саша! Саша! Саша, я... Я не прав по отношению к твоему мужу. Я поступил очень плохо. Дима хороший парень, и я тебе обещаю его ввернут. Пожалуйста, стойте со мной, Саша! Саша! Когда ты спасла меня, я родился. Так дай мне право жить. Я увидел свет, как в свету намерен. Моя жизнь, наконец-то, черт подери, приобрела. Какой ты смысл? Ты смысл моей жизни, понимаешь? Благодаря тебе я живу. Я люблю тебя, пожалуйста, ну, умоляю. Но ведь ты же была бы неолюблена. Но я же видел там, на крыше, ну! Я знаю, ты сейчас меня любишь. Ты любишь меня. Ты просто боишься показать слабость, Саша. Нет! Любишь? Ты боишься показать свою слабость, да? Я была увлечена тобой. Ты мне казался таким сильным, таким необыкновенным. Но как только ты посадил Диму, я все про тебя поняла. Человек, который использует свою силу для того, чтобы растоптать слабого, это не человек. Все! Ты для меня больше не существуешь. Ты думаешь, твоя статья что-то изменит? Знаешь, что я сделаю с тобой и с твоей гребаной статьей? Делай, что хочешь. Мне наплевать. Но только запомни, никогда и ни при каких обстоятельствах я не буду с тобой. Ты меня не заставишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сашка, 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 Дима. Пойдем отсюда. Пошли. Пошли. Да. Паша, привет. Ты куда слился? У нас в офисе обыск идет. Юр. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Павел Александрович. Спасибо. Добрый день. Добрый. Позвольте-ка я присяду на свое место. А вы кто? Бондар Павел Александрович. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы должны поехать с нами. Руки. Покатаемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойдем, пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отпусти его! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Молодец. Спокойно. Да наплевать, а! Здравствуйте, Александра. Что вам нужно? Как вы знаете, Павла Александровича больше с нами нет. Незадолго до своей гибели он подписал бумагу в вашу пользу. Что это? Это дарственная на вашу бывшую квартиру. Но я же... Вы вольны делать с этим все, что захотите. Но на вашем месте я бы не отказывался. Всего хорошего. Осторожнее. Ой. Я сама. Мам, папа, смотрите, как я могу. Соня, аккуратней. Турновейся, держи. Держу! Она справится. Дима. Прости меня, пожалуйста. За что? За то, что я потеряла веру в нас. Проехали. Нет, подожди. Ты должен меня простить. Я чуть было не потеряла самое дорогое. Тебя. Мам, папа, так мне честно. Вы не смотрите. Смотрю. Иди сюда. Слушайте, по-моему, сейчас опять... Ой-ой. Бежим! Бежим! Убирали! Успели. Угу. Так. Так, мама. Давай. И... Оп. Освобождаем ножку. Лапочка. 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 И поговорим. Лапочка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виктория Беляева, Следственный комитет. Упийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности, это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. А я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая, много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова